Техническое описание кода неисправности OBD2, утрачена связь с модулем управления кондиционером, что это обозначает? Это общий код неисправности системы связи, который применяется к большинству моделей и моделей автомобилей OBD2, этот код означает, что модуль управления кондиционером ASSM и другие модули управления на транспортном средстве не связаны друг с другом, Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине SIN, модули взаимодействуют друг с другом по сети, во многом как сеть, которую вы используете дома или на работе, существует несколько сетевых систем, используемых производителями транспортных средств, до 2004 года более распространенными, не все включающими, системами связи между модулями были последовательный интерфейс связи или SAEJ-1800. 50 или шина PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD, наиболее распространенная система, использовавшаяся после 2004 года, известно как связь по шине сети контролеров, или, проще говоря, шина SIN, также использовалась до 2004 года на небольшом сегменте транспортных средств, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получать информацию от автомобиля в зависимости от того, Какая схема затронута, модуль управления кондиционером, ASSM, обычно расположен за приборной панелью, обычно в центре автомобиля или за приборной панелью, он получает входные сигналы от различных датчиков, некоторые из которых подключены непосредственно к нему, в то время как большинство отправляется через систему связи по шине от модуля управления силовым агрегатом, PSM, эти входы позволяют модулю контролировать внутреннюю температуру автомобиля, Как передних, так и задних пассажиров, управляя работой муфты кондиционера, направлением воздушного потока и скоростью вращения вентилятора, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, серьезность кода и симптомы, серьезность в этом случае не является серьезной, так как PSM имеет стратегию Резервного копирования на случай потери связи с ESSM, симптомы кода U010F могут включать в себя, световой индикатор неисправности, MIL, включен, кондиционер может не работать, двигатель вентилятора никогда не работает, муфта компрессора никогда не включается, вентиляторы охлаждения работают постоянно, индикаторы на контрольной головке кондиционера мигают и в разное время, причины, обычно причины установки этого кода являются, разрыв в цепи плюс или, шины SIN, короткое замыкание, На источник питания или на землю в цепи шины SIN, нет питания или заземления для модуля ESSM, редко, неисправный модуль управления Диагностические и ремонтные процедуры хорошее место, чтобы начать всеэлектрическую диагностику, это проверить технические бюллетени, TSB, для вашего автомобиля, ваша проблема может быть известна другим в этой области, известное исправление может быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, на данный момент Предполагается, что читатель кода доступен вам, так как вы уже имели доступ к кодам, посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды Неисправности, связанные с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием, если это так, вы должны сначала диагностировать их, поскольку, как известно, ошибочный диагноз происходит, если вы диагностируете код U010F до того, как какой-либо из базовых кодов был тщательно диагностирован и восстановлен, если единственный код, который вы получаете от других модулей, это U010F, попробуйте получить доступ к ESSM, если вы можете получить доступ к кодам из ESSM, то код U010F является либо прерывистым, либо кодом памяти, если невозможно получить доступ к ESSM, тогда активен код U010F, который устанавливают другие модули, и проблема существует Наиболее распространенная неисправность, это неисправность цепи, которая приводит к отключению питания или заземлению модуля управления кондиционером Проверьте все предохранители, которые включают модули ESSM на этом автомобиле, проверьте все основания для ESSM, найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные Если нужно, снимите их, возьмите небольшую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый из них, как разъем, так и место соединения Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из всех модулей, которые устанавливают код в памяти, и посмотрите, можете ли вы теперь связаться с модулем ESSM Если связь с ESSM восстановлена, то, скорее всего, ваша проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается или связь по-прежнему не установлена с модулем Найдите коммуникационные соединения на шине ESSM на вашем транспортном средстве, особенно на разъеме ESSM, который обычно находится за приборной панелью Обычно в центре транспортного средства или за прибором, панель Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, прежде чем отсоединять разъем на ESSM, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку Ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик Разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм Перед подключением разъемов обратно к ESSM Выполните эти несколько проверок напряжения Вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DVO-M Убедитесь, что у вас есть питание и заземление в ESSM Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные полномочия и основания входят в ESSM Перед продолжением подсоедините батарею, а ESSM по-прежнему отключен Подключите красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение аккумулятора, подключенному к разъему ESSM, и к черному проводу вашего вольтметра с хорошим заземлением Если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи Убедитесь, что у вас есть хорошие основания Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора B+, а черный провод к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления Затем проверьте две цепи связи Найдите SINC+, или HS-SIN+, цепь и SINC, или HS-SIN-цепь Подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольта и слегка колебаться Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC вы должны увидеть примерно 2,4 вольт и слегка колебаться Другие производители показывают SINC приблизительно на 0,5 вольта и колеблющемся ключе при выключенном двигателе Проверьте спецификации для вашего производителя Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна Или вы не смогли очистить код ошибки у 010F Остается только обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей Поскольку это указывает на отказ ИССМ Большинство из этих ИССМ должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля Продолжение следует...